Ребята, всем привет! Добро пожаловать на ролик. Сегодня необычный видос. Все просили, не все, многие просили кукинг-стрим, но стрим-кукинг сделать тяжело, а вот видео-кукинг довольно-таки легко. Но канал посвященный Радуге, и было бы странно здесь просто так это сделать, поэтому задумка очень простая. Берем то или иное подразделение из разных стран и готовим ту еду, откуда они... Да, сегодня доля выпала на САС, они из Англии, поэтому будем готовить английский завтрак, но правила очень простые. Надо, чтобы рецепт был простой, несложный и продукты были недорогие, то есть каждый мог это приготовить, это было несложно готовить, но при этом очень вкусно. Я надеюсь, вам ролик понравится, я надеюсь, вы тоже приготовите, потому что, кроме того, что это в принципе, по-моему, интересная идея, всегда такое приятно приготовить, я не знаю, в своей второй половинке, да, удивить там девушке. Хотя, если вы играете в Радугу, то, скорее всего, парню, ладно, шучу, шучу, вы же не Валорант и, не дай бог, не в Доту катаете. Опять-таки шутка, это просто шутки, не обращайте внимания. Как бы там ни было, начинаем готовить, я, скорее всего, вот это вот сниму, а здесь это тематически, может быть, даже кто-то узнал, но это я сниму, в этом готовить неудобно, а это я буду замарать, потому что пока что в единственном экземпляре. Ну что, погнали! Пока что разогревается сковородка, сковорода, сковородка, сразу скажу, ставим средний, низкий огонь, то есть, понимаете, если у вас 6 делений, 6 самое горячее, 1 самое холодное, ставим примерно на 3. Вот, ну и погнали, сразу начну с цен, да, что почем, чтобы вы понимали, цены представлены, то есть, за упаковку, за несколько штук, не на один завтрак это рассчитано, не на одну порцию, а на дофига, поэтому, можно сказать, по-моему, сделка очень даже хорошая. Что у нас тут есть? Обязательно, конечно же, яйца. Упаковка яиц. 10 штук за 520 тенге, что, по-моему, это в рублях, делите на 5, 520, разделите на 5, это 105-110 рублей получается, да. Яйца. Убрали. Сейчас, если скатится, это будет, конечно, жесть. Бекон. Бекон. У нас продается за бекон на Станкино сервис. 819 тенге. Тоже где-то 100 с чем-то рублей. Грибы. Это у нас грибы, шампиньоны. 480 тенге упаковка, там штук 8 их лежит. Хватит двух, либо трех на один завтрак, поэтому решайте сами. Хлеб. Это тосты, которые обязательно нужны. Огромная упаковочка. Поэтому хлеба у нас вышел хлеб нарезной. 375 тенге, меньше 100 рублей получается. Что дальше? Это фасоль. Вот пришлось купить фасоль как-то за нае. На самом деле я беру или хайнс, или бандюэ. Они стоят намного дешевле. Это супер какая-то импортная, дорогая. Но фасоль столько не стоит. Обычно она стоит в районе 500 тенге. Опять-таки 100 рублей где-то. Сосиски завтрачные 4 штуки от бекера. Вышло 550 тенге. Это 110 рублей. Поэтому вот. То есть это не на одну порцию цены. Это на несколько порций. И вышло все это примерно столько тенге и рублей. Должен был быть еще хэм. Это ветчина. Но ветчины не было в магазине. Приходится обходиться беконом. Сосиски, шампиньоны, товарищи яйца и фасоль в томатном соусе. Пока что разогревается, конечно же, наливаем масло. Масло не очень много на самом-то деле. Потому что для бекона и сосисок много масла вообще не нужно. Бекон сам прекрасно справляется. Сосиски им тоже нормально. После этого только, разве что яйца требуют какого-то огромного количества масла. Да, я грею, грею, грею. Согревается. Все хорошо. Пока что откроем бекон. Собственно говоря, вот он. Беконище. Ох, какой запах. Просто потрясающий. Должна разогреться. Я немного не рассчитал по времени. Сори. Тайминги все профукал. Типичный алдик в радуге. И я, оказывается, башкой немножко обрезаюсь. Простите, я очень долго выбирал этот ракурс. Пытался настраивать фокус. Не знаю, настроился или нет. Будем надеяться, что да. И, короче, это пилотный выпуск. Помните в виду, ребятки. Дальше зависит все от вас. Понравится? 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 Ну, сорян бы. Я старался. Но то, что меня обрезали... Еще давно. Нет. На видео... Не обращайте внимания. Я вообще не гениальный видеомейкер. Можно сказать, полностью наоборот. Долго разогревается. Пока что, видимо, на этом моменте обрежется видосик. Так, ну что, погнали. Положим сосиски. Очень важно, ребятки, держать средний мелкий огонь. То есть, как я и говорил, мы ставим огонь на средний. Но не большой средний, а маленький средний. Вот. Закидываю сосиски. Пускай понемножку доходят. Жарятся с каждой стороны. Жар тут есть. Жар тут есть небольшой. Но нам этого больше и не надо, в принципе. Да, я, по-моему, на этом мало остановился. Мы готовим сегодня английский завтрак. Почему? Потому что... Слэш, Смоук, Мьют и Тейчер, они из Англии. Подразделение САС. Кто что, из Англии? Я должен был готовить, наверное, фиш и чипс. Но у меня фиша нет и чипсов тоже. И готовить это достаточно сложно. Рыбу найти хорошую. Проблематично, учитывая, что я не особо ее люблю. Поэтому я выбрал английский завтрак. По очень простой причине. Это очень сытно. Продукты вообще в общем доступе всегда есть. Это, конечно, калорийно и жирно. Как твоя мамка! Ладно, шучу. Но это очень сытно. То есть после такого завтрака, наверное, можно и не обедать вовсе. Чуть не забыл, ребятки. Обязательное условие это помидор. Ну, помидоры стоят как помидоры. Везде по-разному. В зависимости, в каком регионе вы живете. Поэтому цена на них разная. Говорить не буду. Берем помидор. Режем пополам. То есть вот такой он был целый. Я его как фрут нинджа обрезал. Вот такой он стал не целый. Садим малость. Так. Посолили. Поперчили. Все, отлично. Поперчик закинули тоже. Так. И, не поверите, отправляем вот сюда. Все. Не знаю, наверное, где слышно или не слышно. Они делают. Я вот так вот громче сделаю, наверное. Ждем. Ждем, пока дойдут помидорчики. Ждем, пока приготовятся сосиски. И потом перейдем в бекон. Но это готовится недолго. Я думаю, у нас силы минут пять им потребуется. Потому что ни овощ, ни сосиска, ни сырые особо. И доходят очень быстро. Это я ходил, выкидывал перец и соль, которые на тарелку очень сильно. Много их упало. Я, чтобы тарелку не марать, вот прямо вот потом туда все и выложу. Оттуда буду есть. Чем достать вторую? Потом ее мыть? Вот эту вот. Боже упаси. Вот примерно что-то такое выходит. Послушайте звук. Звук. Давайте проверим сосиски. Да, видите, с одной стороны уже коричневая. Поэтому самое время немножко перейдем на другую сторону. Все, окей, окей. И оставляем дальше. Пока сосиски и помидор готовятся, давайте возьмем нож и пополам поделим грибы. Их надо будет именно пополам поделить. Когда мы будем жарить грибы, готовить грибы, не забудьте, пожалуйста, также достать из холодильника, либо купить рядом с продуктом сливочное масло. Его обязательно надо будет небольшой кусочек добавить во время готовки, жарки готовки грибов. Это будет еще вкуснее. Так, сосисочки у меня... Сосиски мои распухли. Поэтому самое время их убирать. Они уже готовы. Они изначально были готовы. Мы их просто усовершенствовали, скажем так. Так. Хорошо. Сюда же и помидоры уходят. Вот сразу перевернем. И этот товарищ... Не рассчитал я размер, конечно, тарелки, но... Вот такой вот помидорчик. Помидорчик сейчас будет вот так вот. Надеюсь, вам будет видно нормально. Во всякий случай сниму еще на телефон, чтобы вы вообще заценили. Потому что отсюда плохо видно, что цепляет, что и цепляется. Огонь увеличиваем для жарки, готовки бекона. То есть огонь уже можно будет поставить средний, высокий. Вот. А пока что... Сниму помидорчики. Помидоры после жарки, собственно говоря, выглядят таким образом. Тут уже все кипит. Можно добавлять бекон. О, смотрите какой. Смотрите какой. Раз ушел товарищ. Твой мой. Вау, ушел товарищ. Третий. Бекон я очень люблю. Поэтому порции, пропорции рассчитывайте на себя. Сколько любите, столько и кладите. Вам никто это не запрещает. С беконом готовить очень просто. Нет никаких хитростей. Положили. Жарится с одной стороны. Подождали. Он скрутился, стал хрустящим. Молодцы. Перевернули. Опять немножко пожарили. И пошли дальше. Ну, и вытащили его. Это на средне, в большом огне. Буквально прошло секунд 30. Видите, какую форму он принял. Уже скрутился. И я думаю, 40 секунд с одной стороны, 40 с другой. Стал хрустящим. Можно убирать. Вот так, оп, переворачиваем. Никакой науки в перевертывании бекона нет. А может быть есть, я просто не знаю. Но я его готовил именно так. Я чуть-чуть не рассчитал масло. Почему-то глазомер... Ясно почему. Мой глазомер сбился. Масла я положил очень много. То есть, не совсем много-много. Но для этой еды его действительно много. Вот. Бекон уже почти готов. Он готовится минуты 2 максимум. Что мы будем делать в следующем? Следующий это грибы. И в самую последнюю очередь, практически в самую последнюю очередь, это яйца. Так, ну, бекон уже практически готов. Давайте я вам покажу, какой он готовый. А вот и готовый бекон. Сейчас мы его вытаскиваем. Кладем. И дальше уже грибы. Так, погнали. Убираем беконище. Лучше немножко так, вот так вот, масло с него убрать. Складываем в тарелку. Складываем в тарелочку. Отлично. Масла, конечно, дофига. Я его сейчас немножко солью. Ну, ладно. Ну что, товарищи, грибы. Погнали. Вот так накинули грибов. И, чтобы совсем было вкусно, добавьте сливочного масла, как я и говорил. Вот на такое количество грибов, на три гриба, вот столько масла я кидаю. На самом деле, все на глаз. Все на глаз. То есть, примерно, вы же ориентируетесь, сколько масла надо. Сколько вы любите масла. И, конечно же, все это друг с другом быстренько перемешать. Чтобы масло везде, каждый гриб затронуло. Да, сковородка. Вы думаете, почему он готовит воки? Не у всех есть такая сковородка. Для английского завтрака подойдет любая сковорода. Выбирайте. Но мой личный совет. Найдите в ближайшем магазине, либо где угодно, именно вок-сковородку. Потому что я в ней начал готовить вообще все. Я и картошку жарю, и вок делаю, и английский. Она очень удобная. У нее потрясающее покрытие. Ну и вообще очень удобная сковородка. Поэтому советую, покупайте, берите. Грибы тоже где-то минутки 2-3. Ну, 4. Видите, они принимают такой приятный коричневый оттенок. Поэтому довести до такого состояния. Где-то, да, 4 минуты. Ну, они уже шипят вовсю. Еще плюс, с одной стороны, немножко доведем их, чтобы все-таки горяченькие, клевые были. И можно убирать. Да, я вижу, у нас стоит шумоподавление. Мне кажется, вы не слышите это врызги. Я поставлю в следующем видео, если оно будет, шумоподавление убрать. Чтобы вы слышали вот это все. Вот это. И кайфовали, наверное, от этого. Так, грибы готовы. На самом деле, я очень дофига сделал, что взял 3 от жадности. Надо было 1 или 2 максимум. Господи. Так, все, грибы готовили. Теперь яйца, дамы и господа. Так. Раз, пошло. И, да, камон. Раз, два. Чтобы они не слиплись со сковородкой, вначале вот так по краям надо поводить лопаточкой. По краям вот так делаем яйца. И тогда они не прилипнут, их будет легче отдирать. Я надеюсь, с глазурью у вас проблем никогда не возникнет. Если думаете, как готовить, любите желток, когда он жидкий, то ставим большой огонь. Аккуратно кидаем яйцо. Естественно, чтобы масло там было. 40 секунд с одной стороны, перевернули, 40 секунд с другой стороны, у вас жидкий желток. Можно посолить, можно не солить, но так как у меня там и грибы, и куча всего остального, и бекон, мне кажется, там соли хватает. Поэтому я соль не докидываю, но тут, как говорится, на вкус и цвет, ребятки. Вот, у меня уже снизу они схватились, я это дело хорошо вижу. Поэтому я беру раз так лопаточкой, оп, перевернул. Раз так лопаточку, оп, перевернул. Вначале я тоже не был переворачивать. Все дело практики, на самом-то деле. Поэтому не бойтесь практиковаться, потом вы поймете физику яиц, и как их переворачивать. Поэтому тренируйтесь, практикуйтесь, и у вас все получится. Тем временем я понял, что яйца сейчас не поместятся, и пришлось взять тарелку побольше. Так, помидор некрасиво упал, вот так. Так, грибы. Сюда же вот эти товарищи идут, сосиски. И сюда же бекончик. Все, отлично. Эту тарелку на мойку. Вот, яйца я люблю, когда желток жидкий, поэтому... Что я делаю? Я выключаю плиту. Беру вот этих товарищей. Выкладываю. И дальше то, что я раньше не любил, но с возрастом полюбил. Это вот эти товарищи. Побыть в томатном соусе, это что-то с чем-то, ребяточки. Офигенная вещь, советую. Свою мать, они оказались слишком огромные. Это не те бобы, они слишком огромные. Но будем работать с тем, что есть. Это копи... Это бобищи. Это не бобы, это бобищи. Ну ладно. Сам виноват. Дурная голова. Ногам покоя не дает. В общем, бобы должны быть, ребятки, консервированные. То есть, там написано. Бобы в томатном соусе. Берете их, покупаете, все. Это то же самое. То есть, хайнс, бандюэль, другие выбираете. И то, и другое вкусно. И финальный штрих, это тосты, которые говорят, о которых кушают. Их можно, и по идее, нужно на сковороде обдайзем сторон, чтобы он был хрустящий. Но я не люблю хрустящий тост. Поэтому я буду его есть просто так. Один, ну, открою, положу на треночку. Вы же, если собираетесь это делать, то сковородку мы моем. То есть, не моем, а протираем от масла. Хотя бы, чтобы его там не было. И на большом огне. С одной стороны 20 секунд. С другой стороны 20 секунд. Все, тост ваш готов. Не знаю, насколько аппетитно это выглядит. Но пахнет суперски. Вот это так. Что, давайте попробуем теперь. Погнали. Сосиски. Окей. О. Три. Ммм. Ммм. А сливочное масло никогда не лишнее. Никогда. Сразу огромной по пищей закушаем. Блин, ну, да, окей. Там дурак называется. Тут же, давайте, помидорка. Мою мать. Какой жесткий помидор. Сеньор помидор. Отлично прогрелся. Горячий овощ-гриль. Вот это моя любимая пекон, ребятки. Просто, просто невозможно. Ну и. Конечно, вот он, жидкий желток потек, потек, потек. Его мы. Сейчас. Пока сильно не растекся. Твою мать. Вот так берем тост. Вот так вот делаем. Вот так. И. Мнем немножко. И желток. Макаем. Твою мать. Вот так вот. После такого завтрака тебе не хочется знать, что в канистре. Тебе хочется знать, что будет дальше. Ребятки, я сейчас это буду доедать. Я надеюсь, вам этот формат зайдет. Если он зайдет, то обязательно напишите следующих оперативников, из какой страны мне приготовить блюдо. И я постараюсь это сделать. Все зависит от того, как вы будете это дело лайкать, как вы будете смотреть, как вы будете комментировать. Всем большое спасибо. Приходите на мои стримы каждый день в 1С по МСК.